Ну что же, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон. И, так сказать, наркомания продолжается. Сегодня мы с вами посмотрим свой финал чемпионата мира. У нас с вами Хорватию будет представлять Иван Ракитич, а Францию лучший, наверное, все-таки для меня сейчас нападающий. Он может еще, наверное, сравниться с Азаром. Это Киллиан Баппе. Сразу вам покажу то, что ни за кого я играть не буду. Биться будут боты. И будем начинать. Ну и по классике, пока выходят наши игроки, мы с вами разберем, какие же параметры я им настроил. Смотрите, если Черчесов дрался против Неймара, и у них была какая-то разница в параметрах, то есть, например, Неймар был выносливее, Черчесов был мощнее в ударах, то здесь что-то мудрить я не стал и поставил этим ребятам все одинаково. Но вот как я поставил, сейчас расскажу. Колоночка стойки. Скорость ударов у этих бойцов будет максимальная, то есть 100 из 100. А вот мощь 90 из 100. Почему я так сделал? Ну, мне хочется насладиться этим поединком. Я не хочу, чтобы он заканчивался в первом раунде. Поэтому мощность я немного занизил. Точность сотка, блоки 90, движение головой, передвижение и обратная стойка имеют максимальный параметр. Следующая колоночка у нас выносливости. Ну, мы знаем то, что это два футболиста, ребята выносливые, ребята, которые вышли в финал чемпионата мира. Кстати, я записываю этот ролик перед финалом, то есть я не знаю, кто еще выиграл. Поэтому мне вот реально сейчас интересно, я в предвкушении сижу. На данный момент сейчас время 16.53. До финала остается ровно час, и сейчас мы с вами будем видеть, как эти ребята будут сражаться не на футбольном поле. Так, выносливость мы с вами разобрали. Здоровье. Здесь я не ставил максимальные параметры, потому что, ну, знаете, у меня уже был опыт с ботами. Блядь, так звучит странный опыт с ботами. Когда боты дерутся с максимальными параметрами здоровья, то это в основном идет бой до решения. А здесь, кстати, у нас нет партера, они не могут друг друга добивать. Поэтому здесь в любом случае, даже если кто-то кого-то отправит в нокаут или в нокдаун, боец не сможет просто полететь и добить. Поэтому бой будет тяжелым и может вообще пройти всю дистанцию. Так, здоровье. Все параметры по 85. И переходим мы к самому интересному. Это перки бойцов. Эти ребята, как я уже говорил ранее, футболисты. Поэтому все перки я им засунул на усиление ног. Первый перк это безумные ноги. Этот перк прибавляет характеристику скорости ударов ногами после блокировки. То есть ракетич, например, что-то заблокировал и у него скорость ударов с ног увеличивается. Лисарум. На плюс 5 увеличивает характеристику урона, наносимого ударами ногами. Охотник за головами. На плюс 5 увеличивает характеристику урона круговых ногами в голову. То есть это вертушки и тому подобное. Хэквондо. На минус 5 снижает характеристику устойчивости челюсти соперника к ударам. Ну, то есть тех же самых вертушек. То есть это перки, которые помогут нашим ребятам вырубить друг друга красивыми какими-то такими попаданиями. Атака на базу на минус 5 снижает характеристику устойчивости ног соперника к любым ударам с ног. Все, ребята, у нас пошел поединок. Также хочу сказать, что у этих бойцов стоят... Как они называются? Комбинации, комбинации только на ноги. То есть это кикбоксинг и молотай. Я убрал у них боксерские комбо и... Опа! И первый игрок у нас со стороны... Ой, бля, ну это уже могли быть похороны давным-давно. Я убрал у них боксерские и традиционные комбинации, чтобы они дрались чаще. Ну, то есть били ногами чаще. Видите, это вроде бы и происходит. Я пока на экран не сильно обращаю внимание, потому что я пытаюсь вам рассказать, что внутри этих бойцов, какие параметры. Но вроде я с этим закончил, поэтому давайте спокойно будем смотреть и думать, что же происходит. На самом деле... Опа! Какой оверхенд хороший. На самом деле Килин Баппе младше. Младше его соперника. Килину всего 19 лет. Поэтому он, видите, как-то двигается к сеточке, побаивается. Килин уже, кстати, побывал в нокдауне, как мы только что видели. И его стамина находится ниже. Кстати, если вы могли заметить, я поставил Ракитичу удар такой, как вот бьет Брюс Ли. Вот, видите, он бьет как не джебом, а чуть-чуть по-другому. Пач! Опа! Опять Ракитич. Но мне кажется, это первый раунд, ребят. Мне кажется, это будет первый раунд. Все закончится быстро. Ракитич восьмет. Ракитич восьмет опытом. Знаете, как в детстве всегда, когда тебе было там, наверное, лет 10. И тебе кажется, если чувак тебе старше, то он тебя по-любому побьет. Не знаю почему, но у меня именно такое было мышление. Или, например, ты там проиграл. Ох, хуя себе. Сорян за мат. Или ты, например, проиграл в драке, да, и ты говоришь, типа, да он старше меня, типа, и тому подобное. Не знаю, к чему это я. Ну, как обычно, ненормальные разговоры со стороны меня. Короче, Бапешечка у нас пострадал. И по здоровью пострадал. И по выносливости. Но вот этот промах, вот этот промах помог ему сейчас сравниться по дыхалочке с Ракитичем. Кстати, давайте я вам отвечу, почему же я не создал капитана Хорватии. Это Модрича. Все связано с тем, что геймфейс такая программа, которая не дает вот прям стопроцентные возможности по созданию лица. У нас вроде бы похож Бапе и вроде бы похож Ракитич. Модрич был вообще не похож. Если, например, вот в драке он похож, то вот эти фотографии, которые я хочу поставить на превью, ну, там так себе. Профиль. У Ракитича только профиль. Я, короче, знаете, смеялся долго, когда на матч ТВ комментатор сказал на Модрича то, что вы уж меня, говорит, такое извините, но Модрич похож на некрасивую девушку. Напишите в комментариях, за кого вы болели или будете болеть. Хотя, наверное, все-таки за кого вы болели, потому что этот ролик выйдет уже, когда будет идти финал или, может быть, после финала. Вот. Я лично буду болеть за Хорватов. Почему? Потому что я рад за эту команду вообще. Эта команда не славится какими-то популярными игроками. Да, вы можете сейчас начать. Типа Ракитич, Модрич, Маджукич и так далее и тому подобное. Но Версалька тот же самый, да? Но это все равно не Бразилия, не Франция, не Бельгия, не Германия. Это Хорваты, ребята. Я искренне за них рад. Конечно, мне... Блин, ну что ж происходит? Конечно, мне будет жалко. Я вообще человек, который постоянно, знаете, особенно когда пенальти бьют игроки, я... Когда человек не попадает... А что это было? Как он его контратаковал и Ракитич сразу упал после первого удара в корпус. Я вот, когда человек промахивается пенальти, мне даже жалко, понимаете? Я вот сейчас представляю, какая ответственность у него и что у него творится в голове. Это не наши проблемы там в 20 лет. То есть девочка там меня бросила, еще что-то. Не хватает, не знаю, в кино сходить. Человек не попал на чемпионате мира, примерно, представьте, в полуфинале или финале Он это будет помнить полгода Это такая травма, и мне вот жалко Поэтому финал это всегда сложно для обеих команд Особенно для болельщиков Я такой человек, что буду переживать за ту и за ту, но предпочтение отдаю Хорватии Хорошо сейчас запарировал Мбаппе и ударил апперкотом по зубам Ракитича Опачки! И это уже финтифлюшечки, знаете, такие от француза Реально сейчас Мбаппе и Азар, это для меня лучших два игрока Просто лучших два игрока Это Азар просто находится на первом месте по обводкам А Килин находится, знаете, в своем 19-летнем возрасте на таком уровне, что самое главное иметь холодный расчет Оооо, воу, воу, а как не произошло-то сейчас? Не лезь, не лезь, не лезь, Мбаппе, не лезь, брат Успокойся Ну, как мы видим, они бьют ногами, то есть боты понимают Охуеть Какой был сейчас, реально, не то что красивый нокдаун, но неожиданный А вот так, мне кажется, это похороны Нет Посмотрите, как все поменялось, то есть Ракитич подздал Мбаппе у тебя кончилась в носу, здесь почему ты не отойдешь назад, ты же умный парень Вот я говорил про Мбаппе, это чувак 19 лет обладает всем, а самое главное, он обладает вот именно холодной головой Он не переживает То есть промахнется он в этот момент или забьет, это все-таки еще важно очень отношение команды к тебе К твоим каким-то неудачам И французы, его сборная с этим справляется, поэтому Киллин очень спокойно себя чувствует Наверное, это и продает ему такую уверенность в игре Ладно, давайте смотреть Я, короче, пизжу вообще, я не комментирую Я просто не комментирую Оу Круто, на самом деле круто поединок развивается О, нет Очень круто поединок развивается, то есть есть нокдауны со стороны Ракитича Есть нокдауны со стороны Мбаппе То есть сейчас, мне кажется, мы перейдем Границу третьего раунда, да Сейчас посмотрим лучшие моменты Которые были во втором Вот он удар Ааа, у Модрича, ой, у Модрича, сорян Вспоминаю просто капитана Тоже вспоминаю реально крутого игрока Все-таки Модрич это Просто это сердце Хорватии Короче, у Ракитича есть такой удар Он на руках делает как вот колесом Сверху бьет ногами Он в этот момент получил в корпус Поэтому, наверное, и Мбаппе смог ему пробить корпус Я хотел бы здесь ничью, честно вам скажу Хотел бы, чтобы этим ребятам подняли руки Обоим подняли руки Фух Сегодня очень важный день Блин, Мбаппе хотел сделать удар такой красивый 360, торнадо 360, но Не стал его бить Делает красивые комбинации Ракитич Но это не помогает ему выиграть этот поединок Опа С локтя, вы видели в воздухе? С локтя прям Опасно Он мог сейчас умереть И от этого бэкфиста тоже мог Мбаппе умереть Мне кажется, он рискует Но риск не оправдывается, ребят И Ракитич выигрывает Выигрывает нокаутом с хайкика Я не буду переигрывать Я ни за кого не болею Эта запись одна единственная То есть я Сел Записал Что произошло, то произошло Мне просто интересно Сбудется ли это, ребят В В игре Выиграет ли сегодня Хорватия у Франции Я понимаю, что класс команд разный Но Запомните, это финал, а там нервничают все Что еще сказать? Я не знаю, друзья Спасибо огромное, кто ставит лайкосы Кто пишет комментарии Кто поддерживает мой канал Спасибо большое, друзья Ради вас я и стараюсь Вот Делать что-то такое интересное Что-то такое необычное Что нету в UFC Что-то нестандартное Давайте посмотрим, как Ракитичи поднимут руку И Будем с вами Заканчивать Желаю вам и вашей семье Самое главное это здоровья Крепкого здоровья С вами был Антон Всем всего хорошего И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok